Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 5 ноября, день Иакова. Он брат Христа по плоти. Согласно предания, он приходился с сыном Иосифу и родился еще до его обручения с Марией. В земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса Спасителем, так как видел, как рос Иисус. Однако после смерти и воскресения Христа Иаков изменил свое мнение. Он стал одним из 70 апостолов и в дальнейшем известен как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть, был сброшен с кольца храма и побит камнями. Сегодня было принято играть в пчелиные игры, есть мед и подражать жужжанию пчел. А человек, который преуспеет в этой игре, будет достойно награжден. Летом у него будут хорошо роиться пчелы и дадут много меда. Сегодня завершали все работы, связанные с заготовкой дров на зиму. Считалось, если справиться с заготовкой дров вовремя, то в доме зимой будет тепло. Сегодня молились Иакову, чтобы он помогал мужчинам выполнять сложную и физически тяжелую работу. Сегодня закармливали землю. Для этого разламывали вечерний пирог, который оставался после Дня Казанской иконы Божьей Матери. Куски пирога разбрасывали по земле, привлекая птиц. Птицы клевали пирог и при этом чирикали. Мол, чирик они успокаивают землю, а значит, позволят получить хороший урожай на следующий год. Сегодня девушки ткали праздничные вожжи. Впоследствии их использовали для свадебного поезда, а затем дарили своим женихам. Сегодня вечером вся семья собиралась вместе и пила хмельное пиво с медом. Это объединяло всех вместе. Приметы. Если сегодня град пошел, либо мелкая крупа, 22 ноября наступит настоящая зима. Если сегодня много снега выпало и он не растаял, зима будет теплой, а урожай хорошим. Чтобы привлечь удачу, нужно сегодня выйти в поле и разложить куски пирога или хлеба для птиц. К этому дню надо с долгами рассчитаться, чтобы была удача в следующем году. Чем больше сегодня меда съешь, тем больше его соберешь в следующем году. Сегодня не следует поручаться за посторонних людей. Это плохой знак. Если сегодня туман, то зима со снегом будет. Сорт Королёк обычно он с более твердой и темно-оранжевой кожевой, чтобы вы отличали, какой он. И в зависимости от сорта вес хурмы колеблется от 100 до 500 граммов, чтобы вы знали. То есть это примерно где-то граммов 150, а есть вот такие вот большие. Если вы купили незрелую хурму, то можно помочь ей дозреть. Для этого воспользуйтесь следующим. Положите плоды хурмы в один целлофановый пакет с яблоками, бананами или помидорами. Эти плоды выделяют газ, этилен, который позволяет хурме быстро созреть. Либо воспользуйтесь следующим. Подержите хурму в тёплой воде 30-40 градусов в течение 10-12 часов. И вяжущий вкус исчезает. Можете воспользоваться следующим приёмом. Смочите иголку в спирте и наколите недозрелые ягоды хурмы. И они через какое-то время созреют. Кстати, если вяжущую хурму заморозит, либо её повялить или высушить, она приобретает сладкий вкус. Помните об этом. Выбрасывать её не надо. Подержите в морозильнике, она у вас приобретёт то, что надо. Кстати, хранить хурму нужно очень бережно, избегая повреждения поверхности плодов, чтобы она не билась особенно. Как только она вдарилась, вот это вот и начинаются, знаете, вот такие вот пятна возникают. Это пятна возникают от ударов. Для недозрелых плодов очень вредно перехлаждение, поэтому не перехлаждайте незрелую хурму. Спелую хурму или её мякоть можно хранить в холодильнике несколько дней, а также заморозить впрок. Можно её заморозить на полгода, таков срок хранения замороженных ягод хурмы. И вы будете обеспечены полезными веществами для организма на 3-6 месяцев. Теперь поговорим о том, из чего состоит хурма. Хурма, естественно, состоит из воды, самая большая часть. Вода, кстати, структурирована, наиболее полезна для нашего организма. Плюс в воде находятся такие вещества, которые защищают хурму от бактерий и грибков. Поэтому, если мы будем её есть, то она будет укреплять наш иммунитет, как любой другой живой фрукт или плод. В плодах хурмы содержится около 2% белка, 1,5% крахмала и до 25% сахаров. Глюкоза, сахароза. Есть в ней, конечно, и органические кислоты, такая как лимонная, яблочная. Много разного рода оксидантов, которые защищают наши клетки от повреждения, старения и онкологии. Есть пищевые волокна, мягкие пищевые волокна, которые способствуют тому, что наш желудочно-кишечный тракт работает великолепно. Также, также имеется пектин. Пектин – это как раз вот этот вот жёлтенький пигмент, окрашенный жёлтенький пигмент. Он помогает пищеварительной системе лучше переваривать, усваивать, выводить. Имеется даже жиры, хурма богата витаминами, особенно каротином. Вот этот вот жёлтенький цвет и даёт бета-каротин. Имеется здесь витамин С, витамин П. Витамин П, кстати, укрепляет наши стенки сосудов для того, чтобы они не были хрупкими. Имеется в ней и микроэлементы. Она богата микроэлементами, такие как калий, натрий, железо, медь, марганец, йод и магний. Также дубильные вещества. Дубильные или вяжущие вещества, как мы знаем, присутствуют в ней в большом количестве. И они особенно влияют на микрофлору. Полезную оставляют, вредную подавляют. В связи с этим её используют особенно при поносах, для того, чтобы восстановить пищеварение. Забегаю вперёд. Особенно отмечу, что по содержанию питательных веществ хурма переезжает, знаете что? Виноград, инжир и яблоки. Такие полезные продукты, а хурма оказывается лучше. Вот почему её важно есть в зимнее время. Когда вот нехватка всех этих витаминов. А хурма как раз созрела у нас в ноябре, в декабре и хранится январь, февраль. Так что можно её использовать. Теперь поговорим о полезных свойствах, которыми обладает хурма. Вяжущие свойства хурмы говорят о большом содержании в ней танина. Когда плоды полностью созревают, то вяжущие свойства пропадают вместе с танином. Как я указал, по питательным качествам хурма близко к инжиру, винограду и превосходит яблоки. Всего три хурмы, которые можно съесть в течение дня, утоляют голод. Поэтому хурму часто включают в различные диеты, для того, чтобы у нас фигурка наша постранела. Калорийность хурмы около 53 килокалорий на 100 граммов фрукта, что немного больше, чем в яблоках. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok